В Псковской области нашли гексоген в иконах. 70 килограммов взрывчатки было спрятано в иконах, которые везли с Украины через границу с Латвией. По словам криминалистов, этого количества хватило бы, чтобы снести стандартную пятиэтажку. В 27 иконах были спрятаны готовые к применению взрывные устройства. Совместную операцию провели ФСБ, таможня и Псковская Росгвардия на пункте пропуска Убылинка, куда приехала машина с церковной утварью по маршруту Украина, Румыния, Венгрия, Словакия, Польша, Литва, Латвия. Водителя задержали. И только при таможенном досмотре на российской границе в иконах обнаружили взрывчатку, взрыватели, ну а также в церковной утваре части выстрела гранатометр ПГС. Получается, что после украинско-румынской и румынско-венгерской границ, где он также проходил таможенное оформление, перевозчик беспрепятственно проехал и латвийский кордон. И нигде ничего не нашли, а может и не искали. Маршрут, кстати, любопытный сам по себе, ведь это по большому счету приличный крюк, да еще и с лишней таможней. Видимо, польская блокада границы все же работает. В иконах были обнаружены диверсионные взрыватели промышленного производства с комплектами замедлителей, применяемые специальными подразделениями вооруженных сил для совершения диверсий. Могли ли сами иконы использовать как бомбы? Во-первых, 27 самодельных взрывных устройств в иконах были готовы к применению. По этому поводу уже даже звучат предположения, что это террористы могли готовить атаки на Пасху 5 мая. Хотя это не факт, но как минимум подобные планы сорваны. С другой стороны, 91 детонатор на 27 взрывных устройств. Явно, что часть изъятого груза намеревались использовать для сборки других взрывных устройств уже в России. Ну и, конечно, что делать бомбы из икон, что ввести в них компоненты бомб, это все максимально цинично. Но, видимо, был расчет, что там искать не будут. ФСБ Пасховской области расследует уголовное дело по статье «Незаконное перемещение через границу взрывчатых веществ». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова